Фонтаны около цирка начали готовить к зиме первым. Работы стартовали ранним утром. Консервации фонтанов в этом году приступили раньше срока из-за наступления холодов. Обычно их отключают в последних числах месяца. Однако уже 16 сентября работа всех семей городских фонтанов была остановлена. После того, как они были отключены, произошел слив воды, обработка, мытье фонтанов, чаш фонтанов. Затем на прошлой неделе было снято все электрическое оборудование. В данный момент происходит их консервация. То есть это на зимний период накрывается колпаками специальными под каждый фонтан. Работы планируют закончить в течение недели, максимум двух. Осмотр фонтанов проводят регулярно, даже зимой. Следят за целостностью кожухов, ведь если он поврежден, то может пострадать и оборудование. Площадь Победы там на досках, на санках катаются. Вы помните, если купол, он довольно-таки высокий. И на нем пытаются прыгать, кататься с него, ну я не знаю, что еще они делают. Но часто выбиваются просто куски металла, которые там есть, они просто выбиваются. Но мы их крепим в регулярной основе. Сотрудники дирекции благоустройства города отмечают, что причины поломок могут быть самые разные. Например, фонтаны выходили из строя из-за безобидных, на первый взгляд, флешмобов, когда люди обливались водой. В результате этого у нас уже неоднократно сгорало оборудование на этих фонтанах. Дело в том, что в чаше фонтана крутится определенный объем воды. То есть он автоматически не пополняется. Когда начинаются флешмобы, они вычерпывают необходимый объем воды, уровень падает ниже нормы и происходит сгорание насосов. Насосы очень дорогие. Специалисты отмечают, что в отличие от других городов, в Рязанские фонтаны, к счастью, не бросают посторонние предметы. Только монеты самого маленького номинала. Напомним, что фонтаны вновь начнут работу 1 мая. А пока их ждет подготовка к другой важной дате – Новому году. Украшения останутся традиционными. Светящиеся конструкции включат в начале зимы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».